Итак, наша сегодняшняя тема «Основы эффективной работы СБС. Университетская библиотека онлайн». Пара слайдов вводных. Университетская библиотека онлайн в цифрах. У нас в настоящий момент агрегировано примерно 170 тысяч изданий. Мы работаем примерно с 450 вузами подписчиков. Есть еще подписчики не вузовские у нас, библиотеки публичные, среднеспециальные учебные заведения и учебные центры. Мы агрегируем примерно 25% рынка ЭБС в России, сотрудничаем с четырьмя сотнями издательств и так далее. Давайте сразу перейдем к ЭБС как инструменту. Перед вами сейчас главная страница ЭБС. Я тут разделил некоторые области, указал. Да, я совсем забыл сказать, что, как всегда, презентация у нас лежит в разделе «Ресурсы». Ее можно скачать прямо сейчас. И презентация сделана с пояснениями, поэтому ее можно использовать как учебное пособие. Вот, даже без моего сегодняшнего вебинара. Итак, да, вот в уменьшенном формате тот же самый слайд. Какие здесь элементы, я хотел бы отметить на самой верхушке нашего сайта. Самые полезные интерфейсные элементы. Первая верхняя полоса – это меню проектов Директ Медиа. Прошу не путать, это не меню самой университетской библиотеки онлайн, а меню переходов между разными проектами. Второе – это переключатель языка интерфейса и включение контрастной схемы для плохо видящих. Третье – поле поиска. Ну, это вот такое одно из самых главных полей, да. Собственно, большинство пользователей, особенно студенты, они не используют иных инструментов поиска и подбора, кроме как, собственно, поиск. Вот поиск на самый верх и вынесен. Четвертое – это вход в личный кабинет, где вы можете располагать некоторые информации и настройками, которые уникальны для конкретно вашего аккаунта и в соответствии с вашей ролью и правами в библиотеке. В университетской библиотеке онлайн я имею в виду. Пятое – это главное меню ЭБС. Вот это как раз меню ЭБС, в котором вы можете получить доступ примерно к 70% всего функционала. Дело в том, что есть еще меню в самом низу сайта, и там есть доступ к некоторым редко используемым функциям. Но я думаю, что в большинстве случаев вам будет достаточно вот этого меню. Ну и, наконец, под шестым пунктом – это настройки каталога. Если вы используете каталог, то вы можете по-разному его разместить на странице и определить, что в этом каталоге показывать, а что не показывать. Ну и давайте пройдемся по основному функционалу ЭБС. Сегодняшний мой рассказ сконцентрирован так, чтобы продемонстрировать именно эффективную работу в ЭБС. То есть содержат именно те пункты, которые, на мой взгляд, наиболее важны как для начала работы с ЭБС, так и для того, чтобы правильно организовать в ней работу. Итак, первое – это поиск. Как я уже говорил, люди ходят в ЭБС прежде всего для того, чтобы что-то читать. Вот основная масса, я имею в виду. Конечно, у корневых пользователей, у библиотекарей много функционала, связанного не с чтением, а с организацией этого чтения. Но, конечно, и наши пользователи, преподаватели и студенты – это в основном те, кто подбирает литературу и читает ее. Так вот, прежде чем что-то читать, надо это найти. И наилучший способ, по крайней мере, самый простой способ – это поиск. Поиск может быть как продвинутый, так и обыкновенный. Но я не буду углубляться в детали, потому что все те, кто когда-то искал в Яндексе или Гугле, понимают, что такое поиск. Наш поиск не очень сильно отличается от этого поиска. Быть может, он немножко не дотягивает с точки зрения своей функциональности, потому что, ну, понятно, что команды поисковиков, которые… поисковики, я имею в виду, да, стоят по много миллиардов долларов, компании, они на поиск затратили огромные ресурсы, и он может быть несколько более релевантным. Но мы стремимся к релевантности, и с каждым годом все лучше и лучше у нас поиск работает. Итак, поиск. Вот она наверху, поисковое наше окно ввода, поисковое поле ввода. Итак, основная цель системы поиска – релевантная выдача с первой попытки, то есть, чтобы самый необученный студент, сформулировав более-менее внятный запрос, сразу получил бы то, что ему надо, а не какие-то нерелевантные произведения. Система поиска ВБС нацелена прежде всего на учебный процесс, вот, ну, и система, то есть, конечно, искать книги можно не обязательно учебные, да, но и научные, и классические книги, которые неправные, вот, но прежде всего, конечно, она заточена под учебный процесс, чтобы удобно было находить учебники, учебные пособия. Система поиска снабжена системой фильтров, позволяющей фильтровать контент по разным параметрам. Вот сейчас мы эту систему фильтров с вами посмотрим. Вот так примерно выглядит система фильтров. Вот, кроме, собственно, поисковой строки, есть ряд флажков, которые можно ввести или не взводить. Ну, вот, например, такой флажок, как по умолчанию взведенный, искать в описании. Можно взвести также флажок полнотекстовый поиск. Ну, тогда время поиска, во-первых, увеличится. Во-вторых, можно снизить релевантность результата, потому что при поиске по всему корпусу текстов может найтись что угодно, собственно, в любом тексте. И, например, информация о яблоках может найтись в задачнике по алгебре вполне себе. Поэтому этим надо пользоваться осторожно. Дальше можно ввести галочку только издания с грифом министерским. Ну, и важная галочка – это искать только в доступных, потому что у каждого ВУЗа свой пул доступных изданий из ЭБС. ЭБС в целом всегда больше, чем та подписка, которая приобретает конкретный ВУЗ. И если кто-то хочет поискать вообще в ЭБС, чтобы потом каким-то образом добраться до этого издания, то может галочку «Доступные» снять. Если стоит галочка «Доступные», то это значит, что будут найдены только те книги, которые прямо сейчас можно читать. Ну, и снизу набор фильтров по авторам, по коду ББК, по коду УГСН, по типу издания – учебные, научные, периодические и так далее. По уровню образования, ну, например, бакалавриат, магистратура, аспирантура и так далее. По названию издательства и по году издания, начиная с какого. Мы это будем искать. Ну, и можно нажать дальше на кнопку «Найти», и мы попадаем уже в более-менее разумный список из какого-то количества элементов. Но далее в этом списке вы также можете продолжать фильтрацию по пяти параметрам авторы, издатели, дата издания, дисциплины и жанры. То есть, если вы все еще не удовлетворены своим списком, он слишком большой, то уже в «Найденном» можете дополнительно отфильтровать информацию. Кроме поиска, у нас есть еще каталог, по которому можно ввести уже не поиск, а подбор. Каталог у нас вот такой вот четырехчастный. Ну, на самом деле это три части, одна из них просто разделена на две части. Во-первых, это предметный каталог, наиболее глубоко разработанный, диверсифицированный классификатор предметов для исследовательских целей. Во-вторых, это, ну, самый используемый, наверное, это вторая и третья строки, это рубрикатор укрупненных групп специальностей и направлений подготовки. Для высшего образования отдельно и для среднего специального образования. Здесь только те книги, которые нужны для обучения без всяких дополнительных научных книг, например, классики и так далее. Ну, и третий, это традиционный предметный рубрикатор, объединяющий все книги и документы, включая классику. Позволяет охватить не систематизацию, а качественные особенности коллекции. Вот, то есть, другими словами, если вам нужно только учиться, то вторая или третья строка – это ваш выбор. Да, ну, вот здесь показано включение рубрикатора ББК. Вот так выглядит рубрикатор УГС, в данном случае по высшему образованию. И вы видите, что тут у нас открываются те же самые фильтры, о которых я только что говорил. То есть, кроме своего, кроме, так сказать, ветвистого рубрикатора, есть еще и ветвящегося. Есть еще и те же самые фильтры, которые можно наложить. Да, ну и тут еще есть у нас кнопка «Выберите действия». Об этой кнопке, кстати, надо всегда помнить. Она присутствует контекстно на очень многих страницах нашей ЭБС. и позволяет выбрать какое-то дополнительное действие с тем, чтобы что-то сделать. Содержимое этой кнопки контекстное и зависит от той роли, с которой вы работаете в ЭБС. То есть, для ролей более высокого уровня, больше возможностей там под этой кнопкой есть. В данном случае, если речь идет о списках, в поиске и в каталоге речь идет именно о списках, главное, что вы можете сделать, это скачать список книг в каком-либо формате. В Excel, в CSV, ну или специальные случаи для АБИС можно скачивать в форматах Русмарк или Марк 21. Скачивание книг в экселевском формате очень удобно для дальнейшей работы. Если вам надо работать со списками литературы, как-то что-то отбирать, перекладывать, составлять, то, конечно, Excel это наиболее удобный способ работы. Вот, поэтому скачивайте списки, там они достаточно подробные, много в них столбцов с описаниями, библиографическими описаниями, аннотациями и так далее. Вот, вся эта информация помещается в экселевский список, и дальше можно с ней работать. Ну, идем дальше по функционалу и по направлению деятельности, если можно так сказать, да, то есть, или, как это сказать, по времени, да. Сначала человек ищет что-то, потом он находит какой-то короткий список, выбирает для себя, и дальше ему надо подробнее просмотреть то, что он нашел. Да, и далее, если вы в любом списке нажимаете на какое-то издание, выбираете какое-то издание, то попадаете на страницу предпросмотра. Прошу прощения. Итак, вот здесь показано, вы находитесь в каком-то списке, перед вами вот такой вот список изданий, и вы нажимаете либо на название издания, либо на обложку, и попадаете на страницу предпросмотра. Выглядит она примерно так. Здесь много кликабельных областей, много сгруппированной информации об этом издании, которую желательно видеть и прочесть до того, как вы, собственно, начинаете чтение. Здесь я хотел бы обратить внимание на такой вид информации, как библиографическое описание. Библиографическое описание можно скопировать и использовать в собственных документах. Ну, собственно, под собственными документами можно много чего понимать, как документы, обеспечивающие обучение, там, РПД и так далее, так и научные работы или учебные работы студентов, где требуется указать список литературы. И очень важно, или список источников, и очень важно, этот момент очень важный, потому что очень часто в работах, особенно ранних научных работах, или работах старшеклассников, прошу прощения, старшекустников, появляется, ну, то есть люди просто не приводят список литературы или его существенно сокращают, потому что очень трудоемкий процесс самостоятельного описывания библиографического описания. Ну, те, кто сталкивался с библиографией, знают, что сама по себе она тоже достаточно сложная наука. Вот. Так вот, вот такая подсказка, она создает правильный контекст для начала научной деятельности, можно сказать, когда люди не скрывают источники и не подвергают себя опасности обвинения в плагиате по этому поводу, вот, а сразу имеют информацию об источнике в полном виде и могут ее разместить сразу в том виде, в котором они скопировали. Список литературы. Ну, и если в издании есть список литературы, то он у нас воспроизведен еще на стадии страницы предпросмотра, и там тоже библиографическое описание изданий, которые точно так же можно скопировать к себе. Да, ну, вот так вот выглядит примерно типичный список литературы, который можно использовать. Здесь на странице предпросмотра тоже есть кнопка под названием «Выберите действия». Ну, и тут в зависимости, опять-таки, от роли вашей можно много чего делать. Я хотел бы обратить внимание на пункт «Добавить книжную полку». Про книжную полку мы чуть-чуть попозже поговорим. Это возможность, ну, с одной стороны, достаточно банальная и естественная для электронной библиотеки, а с другой стороны, очень важная. Это способ поименовать и отложить в какой-то список литературу, которую вы прямо сейчас не хотите читать, но которая вас заинтересовала. Потому что между коротким списком поиска и, собственно, чтением еще есть операция отбора. И эта операция отбора каким-то образом должна быть обеспечена с точки зрения функционала и интерфейса. Вот так она обеспечена у нас. Можно отложить, создать несколько книжных полок, отложить на каждую из них какой-то набор книг с тем, чтобы потом читать или что-то еще с ними сделать. Подробнее чуть попозже. Итак, пришло время, собственно, читать. И мы нажимаем на кнопку «Читать онлайн» на странице предпросмотром и попадаем в нашу читалку, в которой можно делать вот следующее. Масштабировать, листать страницы, копировать фрагмент или код вставки для публикации отрывка, производить полнотекстовый поиск по книге, ну и также ставить закладки и отзывы. В целом, все достаточно понятно. И это то, что примерно соответствует функционалу, ну, скажем так, Adobe Reader, знакомого всем. Ну, с некоторыми там, с некоторыми нюансами. Скоро появится у нас, ну как скоро, она на самом деле уже функционально появилась, но не все книги еще у нас переведены в этот формат, поэтому не везде она включена, эта новая читалка, не во всех версиях EBS. Итак, у нас скоро будут такие фундаментальные изменения в читалке. Вот, у нас появятся векторные шрифты удобного размера для того, чтобы можно было читать в том формате и в той ширине листа, как вам удобно. Появляется резиновая верстка, которая позволяет, как в браузере, которая позволяет менять ширину. Это приводит к универсальности. Даже не переходя в наше мобильное приложение, можно, используя обычную нашу EBS, читать на смартфоне без всяких неприятностей. С чем связаны неприятности? Это когда мы читаем PDF, на смартфоне его читать не очень удобно. Ну и поиск можно осуществлять прямо на странице, а не в текстовом слое, как это раньше было сделано. Я напоминаю, что раньше мы работали, и это нам в свое время предписывали приказы министерства соответствующие, работать с полными копиями страницы в страницу изданий. То есть, если был какой-то учебник, то мы производили его PDF-вариант, то есть верстка полностью сохранялась. С одной стороны, это было хорошо, потому что профессиональная верстка – это всегда хорошо. на большом экране это смотрится нормально, но без резиновой верстки невозможно показывать это на маленьких экранах, да и не всегда удобно на большом экране показывать. Поэтому вот такой вот переход, он сильно увеличит удобство чтения. вот так, например, выглядит резиновая верстка, да, вот совсем узкая, справа вы видите, совсем узкое окошко, в котором, тем не менее, все видно. Разумеется, элементы сложной верстки подразумевают, что их можно читать только при увеличении ширины окна, но основной тип всегда можно читать вот даже в малом окне. Ну и кроме резиновой верстки, есть еще выбор четырех вариантов крупности шрифта. Мелко, стандартно, большой и огромный шрифт. Вот, с тем, чтобы подстроиться под возможности вашего глаза, как на большом экране, так и на смартфоне. Это тоже достаточно удобно. Вот, ну теперь поговорим о дополнительных сервисах. Об основной линейке мы поговорили. Теперь поговорим о том, что можно найти в меню. Итак, основную информацию о дополнительных сервисах можно найти в соответствующем пункте меню основного меню нашей ЭБС, который так и называется сервисы. И давайте поговорим о некоторых сервисах, которые, на мой взгляд, достаточно важны. Первый сервис называется обновление контента. При помощи этого сервиса можно получить список изданий, добавленных в ЭБС за указанный период. За любой указанный период. Я имею в виду, что не только к настоящему времени, то есть к текущему дню, а с любого дня по любой день. Так как этот список достаточно обширен, бывает, там в некоторые месяцы у нас примерно по полторы тысячи изданий добавляются, то к этому списку можно применить ту же самую систему фильтров, о которой мы уже говорили. Фильтры везде одинаковые. Вот я о них снова говорить не буду. Вот и при помощи этой системы фильтров можно этот поток, большой список, уменьшить до нужного размера. Вот видите, тут, например, за 356 изданий, а если бы мы здесь начали что-то использовать фильтры, сразу бы сократили бы там до нескольких десятков. Ну и напоминаю, что с любым списком действует кнопка «Выберите действие», которая в данном случае позволяет скачивать список книг в Excel. Вот. Книжная полка. Как я уже говорил, когда мы работаем либо с отдельной книгой, либо со списками, но выделяем в этом списке вот такими вот галочками книги, то мы можем использовать кнопку «Выберите действие», и в ней есть пункт «Добавить в книжную полку». Вот. Про книжную полку я начал говорить, давайте дополню. Это очень удобный механизм, как для себя, чтобы сразу не лезть в книгу и не начинать ее читать, оставив просмотр списка на «Потом». Это неправильный путь. Правильный путь – это сначала отложить из большого списка, сделать маленький список и потом его начать просматривать такой обозримый список, 5-7 книг, скажем, потом его начинать просматривать. Но этим не ограничивается функционал книжной полки. Преподаватели могут свою книжную полку использовать не только для себя, но и для своих студентов посредством передачи ссылки на свою книжную полку тем, кому они считают нужным. Все в пределах подписки вуза, то есть их студентов или выше по рангу, могут по этой ссылке посмотреть ту книжную полку, которую подобрал преподаватель или библиотекарь для своих студентов. Это очень удобно, потому что позволяет делать наборы книг и убыстряет путь студентов до тех книг, которые они должны изучить. Да, ну вот так это примерно происходит. Отмечаем, выбираем добавить в книжную полку, дальше появляется окошко, в котором мы можем либо создать новую книжную полку, либо добавить книгу в ту книжную полку, которая уже существует. Вот, ну и дальше мы, если мы переходим в саму книжную полку, мы видим список своих книжных полок, которые можно удалять, дублировать, редактировать, и самое главное делиться книжной полки. Также корневой пользователь может создавать глобальные книжные полки, то есть книжные полки, которые доступны всем без обмена ссылками даже. То есть библиотекарь с ролью корневого пользователя создал книжную полку, и эта книжная полка видна всем внутри ВУЗа. Вот такие удобства по отбору нужной литературы. Мы агрегируем не только книги, но и разного рода мультимедийные и вообще медийные, не только мультимедийные, но и медийные издания, а также разного рода интерактивные издания, интерактивный контент. У нас есть специальный пункт в меню, который называется мультимедия, и в нем вы видите разделы аудиокниги, цифровые карты, видео, подготовка к экзаменам, интерактивные тесты. Давайте вкратце посмотрим, что это такое. Видео, ну у нас есть внутри видео, как предзагруженные в нашу ЭБС, так и описанные нами из свободных источников, если мы сочли, что в этих свободных источниках хранится важная информация. То есть это реально учебный ролик какой-то, например, ролик с какой-то хорошей видеолекцией или с демонстрацией физического или химического опыта, вот таких у нас несколько тысяч, точнее почти две с половиной тысячи. почти две с половиной тысячи медиа-объектов таких. Кроме того, у нас есть большое количество аудио информации, причем это не только аудиокниги, но и аудиоучебники, что очень важно. Понятно, что аудиоучебники, ну, трудно сделать аудиоучебник, аудиоучебник по, скажем, высшей математике или линейной алгебре, или там начертательной геометрии, но есть масса приложений таких направлений и дисциплин, где это возможно, экономические дисциплины, гуманитарные дисциплины и так далее. Аудиоучебники мало того, что удобные для изучения в условиях, когда не особенно ты почитаешь, вот, ну, например, при прогулке или там при пробежке, не знаю, в общем, в любом случае, когда на экран, да, в автомобиле, в любом случае, когда на экран не особенно ты посмотришь. Вот, но кроме того, это еще решает вопрос с плохо видящими участниками учебного процесса, вот, со слепыми, вот, которым, конечно, такая литература очень сильно облегчает жизнь. Так, значит, кроме того, у нас к ряду изданий есть интерактивные тесты. Тесты наши, не путайте с тестовыми системами, которые реализованы в рамках вузов, они не являются такими тестами, по которым можно, аттестационными тестами. Это тесты к изданиям, не тесты к дисциплинам, не тесты общие какие-то, да, междисциплинарные, а тесты к изданиям. То есть, они повторяют структуру, структуру изданий и позволяют студенту самостоятельно, ну, или преподавателю как-то проверить, но не используя это вот в жестком таком поставлении оценок. тесты для в общем, это тесты в основном для обучения, для самопроверки и так далее. Тесты к изданию делают, как правило, авторы самих учебных изданий, но могут также допускаться туда и преподаватели дисциплин, которые напрямую эти дисциплины не этот учебник не писали, но хотели бы сделать тест. Если преподаватель хочет делать тест, ему надо обратиться в нашу техподдержку и дальше ему пояснят, как это все делать. Для авторов тестов у нас создан удобный и простой, очень простой по сравнению там со сложными LMS всякими. Доступ конструктор, тестов. Если сравнить с конструктором, кто-то знает конструктор Moodle, то это небо и земля. В Moodle достаточно сложный конструктор, которым можно делать такие изощренные тексты, что в большинстве случаев и не нужны. У нас конструктор достаточно простой и он позволяет три базовых и хотел бы отметить классических вариантов тестовых заданий. Таких как выбор одного или нескольких вариантов из многих. Это классический multiple choice, который, как правило, покрывает 78% всех тестовых заданий в типичном тесте. Это свободный ответ текстовый. Это тот вариант, который не приветствуется, как правило. Не буду здесь вам сейчас разводить тестологию. Многие из вас, наверное, это и так знают. Тест на сопоставление, тестовое задание на сопоставление и тестовое задание на установление последовательности. Вот это классические четыре варианта, при помощи которых можно практически любой тест сделать. Кроме этого, у нас есть возможности мультимедийной поддержки нашего тестового движка. Вы можете добавить иллюстрацию, звуковой фрагмент или видеофрагмент не больше двух мегабайт, а также ссылку на мультимедийный контент, например, на YouTube, либо формулировку тестового задания, либо в любой из вариантов ответов. Это покрывает большинство дополнительных потребностей в таких дисциплинах, как изучение языков, ораторское искусство, в общем, все, что связано с интонированием или с экономикой, где иногда применяются психология, где иногда применяются отрывки, которые показывают, как происходит взаимодействие участников бизнес-процесса, например. То есть, при помощи этого можно уже делать такие полноценные тесты. Кроме того, вы имеете возможность, сделав у нас тест, импортировать его в формат удобный и простой формат gift, и потом в том же модле этот gift вкачать в Moodle и уже использовать его внутри курса какого-то. Так, вижу какой-то вопросик, одну минутку. спасибо вам, тоже спасибо. Так, давайте закрою пока вопросы. Так, ну мы движемся потихонечку к концу. Чтобы не занимать, не раздувать презентацию до очень большого размера, я уже текстово указываю еще дополнительные возможности, которые есть у нас в ОБС. Это даже не все, но большинство, скажем, возможностей. Это раздел ресурс, ресурсный центр иностранных языков, это книги для чтения по специализациям на различных иностранных языках. Это дополнительные сервисы и подборки контента, такие как издательские коллекции, тематические коллекции, раздел именитые ученые и писатели. Надо тут пояснить, издательские коллекции, это те коллекции, которые приобретаются отдельно. Тематические коллекции, это то, что уже есть в базовой коллекции, но подразумевает некий дополнительный способ доступа к этому контенту. Это обширные подборки литературы по какому-то важному вопросу. А именитые ученые и писатели, это раздел, содержащий библиобиографическую информацию об именитых ученых и писателе с возможностью что-то почитать из тех трудов, которые они создали прямо в ОБС. Ну и что еще тут? Для преподавателя специальный расширенный функционал, это глобальные подборки книжных полков, возможность создавать тесты к изданиям, об этом я уже сказал, сервисы научные, мои научные интересы и проверь свою РПД. Это такие достаточно обширные пункты, которые требуют отдельного рассмотрения. Сегодняшний тайминг не позволяет нам это посмотреть. У нас, как правило, отдельные по этому поводу есть вебинары. Специальные расширенные функционалы библиотекаря, это тоже у нас отдельный вебинар бывает каждый год или полгода, работа с контингентом, структура вуза, книга обеспеченность, новая статистика, интеграция с АБИС, контроль за подбиской, ВКР репозиторий и так далее. Далее у нас еще есть возможности по интеграции с ЛМС вуза, как на основе API, так и более простой способ, если у вас в качестве ЛМС используется Moodle, то можно просто установить наши плагины для Moodle и наша ЭБС будет доступна вашим преподавателям внутри вашего Мoodle для прямого использования, то есть вкус можно будет вставлять наши издания из нашей ЭБС. Ну и дополнительно осталось упомянуть образовательные проекты ArtPortal и Encyclopedia это отдельные проекты вне ЭБС которые существуют. ArtPortal он в основном своем функционале бесплатный, но есть и платная подписка на него с особыми функциями. Энциклопедия он полностью бесплатный, это некий сборка справочников и энциклопедий, которые лежат в открытом доступе и содержат несколько сотен изданий. Ну и наконец наша Директ Академия то место, в котором вы сейчас находитесь и которое создано специально для того, чтобы просвещать, информировать вас о самом важном в мире образовании то, что есть. Ну, если кто-то не знает, да, вот наш адрес Директ Академия.ру Мы всегда вас ждем и всегда рады вас